здравствуйте мои уважаемые подписчики и гости моего канала наконец-то я снова с вами хочу рассказать и показать вам все что произошло у меня за этот период за лето и начало осени моей визуальной жизни связала я не так много ну кое-что связала первую очередь хочу показать вот эти митинги я извиняюсь за освещение у нас очень темно я включила все что смогла но все равно наверное плохо видно это черный черный свет вроде бы узор видно это митинги я давно о них мечтала одно время я вообще не понимала для чего митинги мне они казались похожи на обрезанные варежки у продавцов овощных отделов магазина но сейчас понимаю что это очень удобно особенно когда едешь в общественном транспорте надо постоянно снимать кожаные перчатки или расплачиваться или еще что-то а с митингами очень удобно но часть я покажу их на руки вот так они выглядят такой вот узорчик я здесь сделала индийский палец единстве что мнение не очень понравилось то что узор вот из-за этого индийского пальца видимо узор к нему стягивается так что следующий раз если буду вязать то нужно будет здесь оставлять хотя оставляет поменьше хотя было связано совершенно одинаково что с этой что с той стороны еще вот митинги убираю черный цвет то ничего не видно взяла их из вот такой пряжи алидзе суперлана тик но многие знают эту пряжу 75 процентов акрила 25 процентов шерсть и на 100 грамм 570 метров 100 граммах вязала в две нити нить ну это пряжи мне понравилась она мягкая я люблю вообще смесовой пряжи она мягкая не колючая единство что вот через некоторое время конечно я их в них уже хотела где-то с недельку и начинают уже закатывается появляются катышки дальше я довязала свой перед конец начала его в том году но это весной мне был как-то не нужен сейчас стало холодно я быстро быстро за два дня практически связала вот эту штучку и ободок этот и из остатков не так я решила сделать подклад и связала так извиняюсь как обычно болею хими из остатков не так связала такой подклад и пришила просто ручную его иголочкой вот ну что же ободок начинает растягиваться так что надо будет что-то с этим делать может быть после окончания сезона его еще раз постираю и как-то стяну потому что все растягиваться и растягиваться и стирка мне кажется тут не поможет даже наверное будут хуже следующие изделия которые я связала себе на осень это вот такие вот подследнички цвета не они по старинному по старинному способу мне хотелось именно так связать как вязала раньше бабушка как она мне научила вот еще ничего тут не заправлена начинается пяточки немножко провязывается потом добавляется сюда петельки и вяжется уже как можно они их очень хорошо надевать в сапоги потому что ну раз у меня это высокий взъем или подъем как сказать знаю даже то в носках сапоги не закрываются сломали а вот эти подследнички очень удобны очень тепло удобно хорошо связаны из российской пряжи но не помню из какой это я же списывая 50 процентов шерсти 50 процентов акрила толщина где-то 250 наверное метров 100 граммах вот такие подследнички у меня появились так что к зиме нет поздней осени холодом я почти готова вот кстати этот билет еще раз напомню я не сказал не вязалась я же кашмира но черного естественно цвета 100 граммах 300 метров и состав 10 чистая шерсть 100 процентов 6 так я же совершенно не колючая и очень очень теплая но к сожалению вот она растягивается я хотела еще связать вот такую шапочку такого цвета потом думаю че буду ходить как это красная шапочка и вот думаю может быть добавить это черный цвет и связать попробовать связать шапочку в стиле брюш в общем посмотрим посмотрим что еще может что-то другое придумаю и вязала я все лето вот эту вот скатерть но это еще не скатерть это я просто положила чтобы показать вам еще ничего тут не проглаженная не расправлено эту скатерть и я начала вязать давным давно вот из такого журнала это вроде бы валентина журнальчик я когда увидела я бы бы тушь скатерть влюбилась влюбилась но такую большую не нужно было просто нужно было на журнальный столик такую большую салфеточку и вот вижу уже много-много лет лет пять наверное не знаю когда свяжу и зал и эту скатерть из пряжи комбината имени кирова 100% хлопок и вот такой льняной цвет интересные далее летом у нас была распродажа пряжи drops я решила наконец-то и себе приобрести и купила фабел и флора вот ну кто уже писал знают я же флора это у нас ну это моточки по 50 грамм 60 процентов 6 35 процентов альпака то есть это чисто шерстяная ниточка очень ряжа это мягкая совсем не колючая а вот это носочная пряжа был не очень понравился цвет состав на чуде 75 процентов 6 25 процентов поля и метро обычно такой носочный состав не фокусирует как обычно ну ладно я вам все сказала и 205 метров 50 граммах то есть 100 граммах 400 здесь наверно то каждый здесь 210 метров в общем длина почти одинаковая и вот что я хочу сказать что и начала вязать из этих из этой пряжи что мне получается и какого мнения я пока что от этой пряжи в работе из пряжи флора я вижу джим перочек такой начала сверху я вот жемчужным узором потом вела этот узор тоже вот в такой жемчужный узор тоже у меня вот присутствует цвет совершенно не видно цвет как я бы назвала сиреневый туман что-то такое сиреневый но такой он какой-то яркий стира немножко ну что хочу сказать пряжа очень мягкая очень ровно ложится хотя я я вязала и это везде все лето когда находилась свободная минутка ложится ровно аккуратненько вот такая хорошая пряжа удобно вязать мягкая в общем понравилось но вот это пряжа фабула я вижу тоже такой джим перочек и вот это эти пряжи я вообще в восторге ой извиняюсь чтобы начать все запутался посмотрите какой цвет и вот я здесь вообще узора решила не брать я вижу сверху чуть-чуть провязала платочной вязкой потом решила что я наверно как раз посмотрела видео ольги тратьевой что она говорит чтобы вырез это круглый вырез обычно получается не круглая каре выдавить вяжь и главное что лучше в конце надо вязать еще несколько рядов и так решил сделать и вижу просто платочной вязкой вот такие получаются красивые линии такой узорчик это мне как отдыхалочка я вижу ни о чем не думая это что нет такая вот она неравномерная неравномерная она тупо тоньше то потолще но полотно получать ровное я поняла что ну что она такая неравномерная по толщине это все таки зависит от состава где ты наверно больше шерсти где-то акрила и вот цвета вот такой вот он меланжевый то ровная нить идет и от этого как-то вяжется так просто легко интересно хочется все вязать и вязать не останавливаясь ждешь какая же секция начнется дальше в общем это пряжа мне очень понравилось я все-таки поняла что люблю больше смесовую пряжу не чистую шерсть она мне как-то по ощущениям понравилось больше прямо очень приятно к телу нежная мягкая такая вот если говорить о цене то принципе конечно дороговато хотя скидки бывают частенько но вот у меня джемперочек выходит у меня хватит получается 6 моточков я купила и них полностью хватает вот у меня уже я заканчиваю вниз тут еще осталось немножко как раз не хватит и на рукава у меня по одному вот точку я уже буду вязать сколько хватит длинные вот здесь секции получать такие естественно пока шире ну что рука хуже я начинала на круговых спицах 40 сантиметров сейчас перешла уже на 5 5 ну что мне кажется что